Я приветствую вас. И это очередной выпуск криптовлога. Влога о криптовалютах и майнинге в Украине. И сегодня речь пойдет о хэшах. Я собирался сделать этот выпуск о майнинге, но я когда начал готовиться, я понял, что прежде чем говорить о майнинге, стоит объяснить такое понятие как хэш. Так как для непосвященных людей это может быть не очевидно и непонятно. Так вот, хэш. По сути хэш это зашифрованное сообщение. Какая-то строка, слово, строка, предложение, файл подается на вход какой-то математической функции. И на выходе мы получаем строку, как бы на вид она выглядит как набор случайных символов, цифры, буквы. И это является хэшом, вот эта строка. То есть это зашифрованное сообщение. И хэши бывают обратимые и бывают необратимые. Обратимый хэш это когда, имея зашифрованную строку, можно из нее получить обратно, путем каких-то математических вычислений, обратно исходную строку. Необратимый хэш это когда невозможно получить такой результат. То есть получив хэш, невозможно узнать, какое было входное сообщение. Вот. И надо сказать, что в майнинге именно применяются необратимые хэши. То есть там речь идет о вычислении именно необратимых хэшей. Значит, что еще стоит сказать о хэшах? Для любого входного сообщения, одного и того же, если мы применяем один и тот же алгоритм, то на выходе всегда будет одна и та же строка. Вот. Вот, например, по этому принципу работают хранение паролей на сайтах. То есть пользователь вводит свой пароль, он хэшируется в необратимом, ну там алгоритм MD5 наиболее известный. Он хэшируется, сохраняется в базе данных этот хэш. И потом, когда в следующий раз пользователь вводит свой пароль, он преобразуется в хэш, хэши сравниваются, они должны быть одинаковые. И тогда получается, ну, пользователь проходит. Стоит в исходном сообщении изменить хотя бы одну букву, символ, что угодно, добавить даже пробел, хэш будет отличаться, и он будет вообще кардинально отличаться в случае с необратимым, да и обратимым тоже. Вот. То есть в этом смысл, что это на вид, это случайная какая-то строка. Вот. Соответственно, да, также еще хотел сказать, что существует такое понятие, как коллизия при вычислении хэшей. Это когда разные сообщения дают одинаковый хэш. И, соответственно, чем алгоритм, тем лучше, чем меньше он дает коллизий. Вот. Ну, современные алгоритмы, это какая-то очень-очень маленькая вероятность. Я сейчас не помню, но это какие-то вообще там сотые, может быть, там миллионные, даже доли процента подобных совпадений. Поэтому мы условно считаем, что для каждого сообщения всегда будет уникальная строка. Вот. И также, как бы устанавливая связь с процессом майнинга, по сути майнинг это процесс вычисления вот таких вот необратимых хэшей по определенному алгоритму. Вот. Как-то я, по-моему, уже упоминал, что, допустим, если мы берем криптовалюту, то обычно там указывается алгоритм, на котором построен ее блокчейн. Там, например, SHA-256 или SCRIPT или там X11. Ну, такие наиболее известные алгоритмы. Соответственно, вот этот алгоритм, это алгоритм получения вот этих вот хэшей, вот эта функция, из которой мы получаем. И, как бы, процесс майнинга это процесс подбора определенного значения хэша с помощью какого-то аппаратного устройства. Поскольку хэш является необратимым, невозможно узнать, какое сообщение нужно зашифровать, чтобы получить конкретно вот этот хэш. И процесс майнинга, просто в процессе майнинга происходит перебор хэшей случайный, ну, то есть попытка подобрать, как бы, этот хэш. И в этом, собственно, весь процесс. Это требует довольно больших мощностей. Мы это обсудим отдельно в блоге о майнинге. Вот. То есть процесс подбора. И также я здесь хотел бы еще немножко сказать о том, ну, то есть какова, о мощности, о связи хэшей с мощностью, как бы, устройства для майнинга. Любое устройство для майнинга, будь то, там, процессор или какая-то видеокарта или специальный ASIC-майнер, оно имеет такую, как бы, характеристику, как количество хэшей, которое оно способно вычислить в секунду для какого-то конкретного алгоритма. Вот. Обычно, ну, современные устройства, они измеряются в мегахэшах, гигахэшах и терахэшах. Значит, мегахэш это, ну, то есть это все, это все значения измечаются в секунду. То есть, допустим, к примеру, 50 мегахэшей в секунду. Вот. Это означает, что устройство способно перебрать за одну секунду 50 миллионов хэшей по какому-то конкретному алгоритму. Потому что мега означает миллион. Вот. Соответственно, гига это 1000 мегахэшей, то есть, ну, умножаем на 1000, и терра это 1000 гигахэшей. Или, соответственно, миллион мегахэшей. Вот. И, ну, как уже, я думаю, понятно, что чем больше устройство может перебрать значений хэшей, тем более оно эффективно, тем как бы быстрее оно сможет подобрать определенное значение. Вот. Более подробно, что это за значение, откуда оно берется, мы обсудим в дальнейших наших видео. Вот. То есть, вот такая вот ситуация с хэшами. Соответственно, обязательно, ну, такой обязательный параметр нужно понимать об устройстве, прежде чем там приобрести или, ну, вообще оценить, насколько оно будет эффективно. Это нужно понимать, что, во-первых, какой алгоритм хэширования и сколько это устройство способно выдать на этом алгоритме хэшей в секунду. Вот. Ну, я так немножко приоткрою, что сейчас, например, для биткоина, самой популярной валюты, там в счет устройств идет на терахэши. То есть, там 16 терахэшей, там 5 терахэшей, там, смотря какой. То есть, это считается так, более-менее. Вот. Например, там для лайткоина, там еще, там другой алгоритм используется, и там идет счет на мегахэши. Вот. Ну, и так далее. То есть, надо уже оценивать конкретно валюта, какой алгоритм, сколько выдает устройство. Для видеокарт также можно этот параметр найти в интернете. Он обычно вычисляется, скорее всего, каким-то экспериментальным путем. Вот. Но могу сказать, что, например, для видеокарт, там, каких-нибудь NVIDIA, этот параметр, например, если ты собираешься майнить биткоин, хотя недавно делал, там, одному человеку расчеты, то там идет расчет, ну, то есть, идет порядок, там, допустим, 50 мегахэшей, там даже 12 есть мегахэшей. Ну, для биткоина это вообще ни о чем, потому что там мощность пулов, там, обычно измеряется в пета-хэшах, то есть, это 1000 терахэшей. Ну, то есть, как бы, на видео, поэтому я говорю многим, ну, кто у меня спрашивает, что майнить сегодня биткоины, ферми из видеокарт, это вообще бесперспективное дело. Вот. Вот такая вот ситуация. Поэтому спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели этот выпуск, ставьте свои лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал и держитесь там. Пока.